МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Полиция идет к вам домой". -"Дети даже к вам пришли, говорят, деньги, сына, дочь спасти". Они научат, как распознать мошенников и не попасться на уловки аферистов. Против пьяных за рулем. Произошло два ДТП, в которых 4 человека ранены. Погибших не зарегистрированы. С начала года инспекторы выявили 250 нетрезвых автомобилистов. Это больше, чем было годом ранее. Красочная троица. Яркие наряды, угощения и старинные обычаи. В Альметьевском районе вспомнили древние традиции праздника Святой Троицы. Кукла Маша, кукла Даша. В них вложена душа того, кто это создавал, так ведь? И своя фантазия. Выставка, которая переносит, воспоминания из детства. Она открылась в Бавлинском музее. В эфире новости Юго-Востока. Здравствуйте. В студии Елена Золотарева. Начнем выпуск с происшествий. Неосторожность при курении. Это предварительная причина пожара в жилом доме в Альметьевске. Это произошло накануне. 4 июня в 14.23 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир на улице Фахреддина. В зале на площади 10 квадратных метров горела мебель. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. Еще один пожар произошел субботним утром в селе Бешмунча в Альметьевском районе. На улице Газизова загорелся частный вагончик, используемый в качестве сарая. Сообщение о возгорании поступило 3 июня в 5 часов 58 минут. Огонь повредил внутреннюю обшивку и перекрытие бытовки, а внутренние стены покрылись копотью. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается. К другим темам. Только за минувшие сутки мошенники нанесли ущерб горожанам в 5 миллионов рублей. Пять последних случаев пополнили и без того неоптимистичную статистику. Сейчас в Альметьевском районе число пострадавших от рук махинаторов приближается к трём сотням. Правоохранители перешли к старому методу профилактики. По квартирным обходам. Рейды полицейские проводят вместе с дружинниками. За один вечер группа может обойти один-два дома. Попытаются обмануть там. С любыми путями выводить вас из-за этого. Но махинаторы бывают очень убедительными. Чтобы ознакомить население с основными схемами злоумышленников, полиция и члены народной дружины несут профилактику с доставкой на дом. Не надо, чтобы соглашаться. Хорошо. А тем более с банков никогда вам звонить не будут. Они всё время каждый раз придумывают новые какие-то методы. Но вы должны знать одно. У вас есть своя карточка, свой счёт. Всё, что вам нужно, вы делаете сами. Вернуться к поквартирным обходам граждан правоохранители потолкнула ситуация в самом начале года. Когда за сутки в местный отдел полиции могло прийти до семи человек. Только в конце прошлой недели написали заявление пять горожан. Мошенники лишили их пяти миллионов рублей. Ситуация усугубляется тем, что в опасный преступный бизнес начинают вовлекать молодёжь. В отличие от своих нанимателей, курьеры в большинстве своём всё-таки встречаются с оперативниками, а потом и предстают перед судом. Если даже к вам пришли, говорят, деньги, сына, дочь спасти, пожалуйста, не... Это вам вопрос. За один выход группой 70 человек может обойти один-два дома. Полицейские дружинники успели побывать в нескольких крупных микрорайонах города. Ваш родственник попал в беду, и переведите деньги на безопасный счёт. Схемы, которые пользуются у мошенников, наибольшим спросом. Правоохранители напоминают. Понять, что вас пытаются обмануть, не так уж и сложно. В первом случае ни один из сотрудников экстренных служб не будет вымогать у вас взятку. Во втором случае банковские служащие могут пресечь подозрительную активность дистанционно, прислав уведомления в приложении. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. 21 пришкольный лагерь Лениногорска и Лениногорского района начал свою работу. В этом году они примут более тысячи детей. Наша съёмочная группа побывала в одном из учебных заведений, где уже открылась летняя смена. Каждое утро Лея Атагин будет говорить, какой план на целый день. Не успели начаться каникулы, как Лениногорская школа номер 6 вновь открыла свои двери для учеников. Пришкольный лагерь охватывает две смены, разделённые на три отряда. Первая – 80 детей, вторая – 45. Пришкольный лагерь будет работать с 8 до 14.30. В это время ребята будут находиться под чутким присмотром педагогов и вожатых. Все мероприятия, которые проводятся в лагере, у нас отражаются на школьной странице ВКонтакте. Мы вкладываем всю информацию интересную и всю информацию мы выкладываем на школьном сайте. Первый день лагеря был очень насыщенным. Ребята полакомились молочной кашей, бутербродом с маслом и чаем с сахаром на завтрак. Далее – зарядка, игры, направленные на знакомство. «Расскажи мне о себе». Были проведены беседы о правилах безопасности в лагере. Детям рассказали, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Также отдыхающие выбрали название отряда, командира и девиз. Затем дети отправились на прогулку. Игры на свежем воздухе, посещение кружков и проведение экскурсий оставило у ребят положительные эмоции и заряд энергии. Первый день в пришкольном лагере прошел весело, увлекательно и вкусно. Я учусь в этой школе уже четвертый год, и каждый год я почти хожу в школьный лагерь, хожу на две смены. В школьном лагере очень вкусно кормят, можно заниматься разными играми, а также очень добрые воспитатели. Я уже учусь второй год и хожу второй год в пришкольный лагерь. Здесь очень весело, заводится очень много друзей, мы ходим в музей, а очень я люблю разные спортивные торжества. В этом году летний лагерь «Ручеек» радушно принял в гости отряд 11-й гимназии «Солнышко» в количестве 90 человек. Для них было выделено 4 кабинета. Для обеспечения безопасного и полноценного отдыха в школах были подготовлены помещения для отрядов, занятий спортом и проведения культурных мероприятий. Лагерь нужен для ребенка, во-первых, для его даже безопасности. Если он будет сам для себя предоставлен в течение летнего периода, это долговременный период, нужно понимать всем родителям, всем субъектам профилактики, что он может в этот период совершить или правонарушение, или преступление, или с ним может произойти критическая ситуация. В пришкольных лагерях города и района ребят ждут спортивные мероприятия, экскурсии в пожарную часть, дворец бракосочетания, краевический музей. Запланированный поход в кинотеатр, уроки по финансовой грамотности и многое другое. Так что летние каникулы пройдут не только весело, но и с пользой. Марина Алтунина, Роман Богатов, Новости Юго-Востока. Выиграть путевку в санатории и сертификаты на услуги медицинской клиники могут те, кто подпишется на газеты «Знамя труда» и «Эльмед Тоннары» в период с 29 мая по 11 июня. Квитанцию о подписке нужно принести в редакцию по адресу улица Пушкина, 64. Розыгрыш призов состоится во время проведения городского сабантуя. Организатор акции – филиал АО «Татмедиа», редакция газеты «Знамя труда». С подробностями можно ознакомиться на сайте «ЮВТ-24» и по телефону «44-05-88». Вы также можете предложить нам новость или тему для сюжета. Это удобно сделать через специальный чат-бот. Ссылка на него есть в закрепленном сообщении в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь. И используйте для связи мессенджер «Ватсап». Делитесь комментариями, пишите нам о своих пожеланиях. Это поможет сделать нашу работу лучше. Также напомню про сайт «Альметьевска.дефиз.ру.ру». Там вы найдете еще больше новостей, чем вы уходите в эфире. Не переключайтесь, вернемся после короткого перерыва. И вот темы второго блока. Яркие наряды, угощения и старинные обычаи в Альметьевском районе вспомнили древние традиции праздника Святой Троицы. Кукла Маша, кукла Даша – выставка, которая переносит воспоминания из детства. Она открылась в Бавлинском музее. Против пьяных за рулем. С начала года автоинспекторы выявили 250 нетрезвых автомобилистов. Это больше, чем было годом ранее. С начала года в Альметьевском районе по вине пьяных водителей произошло две аварии. Обошлось без погибших, но не без пострадавших их четыре человека. Автоинспекторы за полгода остановили более 250 нетрезвых водителей. Каждый из них отдал 30 тысяч рублей штрафа и остался без прав минимум на полтора года. А кто не понял, с первого раза оказался на скамье подсудимых. Произошло два ДТП, в которых четыре человека ранено, погибших не зарегистрировано. Пьяные водители были, есть и остаются одной из главных причин для беспокойства автоинспекторов. По статистике Альметьевского отдела ГИБДД экипажем ДПС попался 251 водитель, который управлял автомобилем в состоянии опьянения. Будь то ночные рейды по сельским поселениям или работа в городе, нарушители себя долго ждать не заставляют. В прошлом году за пять месяцев их было 211 человек. За полный год набралось 620 нарушителей, а количество ДТП, которые произошли по их вине, дошло до 15 с пятью погибшими и 18 пострадавшими. В случае дорожно-транспортного происшествия, совершенного лицом, находящегося в состоянии опьянения и повлекшего смерть человека, предусмотрено лишение свободы на срок от двух до семи лет. А если количество погибших в результате аварии будет от двух и больше, то попрощаться со свободой любитель пьяной езды может уже на 9 лет. Но чаще всего в суде им приходится бывать по другим причинам. Статья 264.1 для тех, кто не понял с первого раза. Превратить административное дело в уголовное просто. Нужно, не дожидаясь истечения срока решения мирового суда, снова сесть за руль нетрезвым. И тогда у суда будет выбор, каким санкциям подвергнуть виновника. Предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет, лишение права управления на три года и штраф от 200 до 300 тысяч рублей. И это, если не брать в расчет обязательные и исправительные работы примерно на тот же срок. Как ни крути, а попадаться пьяным за рулем очень невыгодно. Тем более, когда автоинспекторы активно привлекают к надзору за нарушителями других участников движения. Сообщить о подозрительно ведущих автомобиль-водителях можно по номеру 43 96 25 или через бот в телеграм-канале Госавтоинспекция Альметьевска. Тимур Туманов, Антон Николаев, Новости Юго-Востока. В Лениногорской мечети Ихлас состоялась республиканская исламская викторина Гаилем Нуре в переводе на русский «Свет знаний». Это конкурс на знания основ священного писания для женщин-мусульманок. В этом году в нем приняли участие представительницы 15 районов республики. Исламская интеллектуальная викторина Гаилем Нуре уже стала традиционной. С 2015 года женщины-мусульманки, обучающиеся на воскресных курсах, встречаются в мечети Ихлас, чтобы узнать, кто лучше всех ориентируется в исламских учениях. Сначала конкурс проводился только среди жительниц Лениногорска. В последующие годы присоединились участницы из других районов республики. Спасибо участникам за то, что приехали. Конкурс позволяет всем мусульманам обменяться знаниями, чтобы сохранить свою веру в татарский язык и передать молодому поколению. В этом году, по словам организаторов, викторина проводилась в десятый раз. Знания участниц оценивало компетентное жюри – Мухтасиба и Хазраты. Почетными гостями стали главный козырь Татарстана Джалиль Хазрат Фазлыев и заместитель муфтия Татарстана Равиль Хазрат Зуферов. Главный приз – это переходящий кубок. В прошлом году победу одержала команда из Сармановского района. Женщины-мусульманки проверяют знания ислама, и это очень важно. В Коране говорится – женщина должна развиваться. Пророк Мухаммед тоже призывал всех получать знания. Если люди будут общаться между собой, то душа будет светлой. Кроме этого, участницы смотрят на других конкурсантов и таким образом учатся. Командам предстояло ответить на вопросы по фикху, сире, исламской истории. Задания были составлены по классическим книгам, выпущенным издательством при Духовном управлении мусульман Татарстана. Конкурс очень интересный, вопросы несложные, но волнуюсь. Поэтому трудно отвечать было. В этой викторине я первый раз участвовала в апреле 2018 года. В том же году осенью поступила в Исламский университет на вечернее отделение. Конкурс стал толчком к тому, чтобы я поступила в университет. В этом году заканчиваю. Викторина проходила в два этапа. Это полуфинал и финал. В последний тур прошли Арский, Альметьевский, Кукмарский, Бугульминский, Муслюмовский и Лениногорский мухтасибаты. В результате победила команда Лениногорского мухтасибата. Победители получили кубок и ценные призы. А всем участникам вручили памятные подарки и книги. Наталья Лагомкина, Николай Орехов, Новости Юго-Востока. Читайте интересные истории, важные новости и полезные материалы в газетах «Знамя труда» и «Альмета Нары». Оформить подписку можно в почтовых отделениях, на сайте Почты России, через портал Госуслуг. Без доставки, а значит дешевле, подписаться можно в редакции по адресу улицы Пушкина, 64. Спешите подписаться сами или сделайте подарок близким, подписав их на любимые издания. Все подробности и условия подписки можно узнать по телефону 4405-88. Движение первых набирает популярность в Альметьевске. На базе подросткового клуба «Ракета» прошло торжественное открытие его первичного отделения. Праздник проходил в одном из дворов Нефтеграда с подробностями Елена Бауэр. «Улыбайся» звучит с импровизированной сцены, как гимн детства и юности. Воспитанники подросткового клуба «Ракета» устроили праздник по случаю открытия первичного отделения движения первых. Его председателем стал Амир Шангареев. Сегодня вообще такой замечательный день. Я побывал на одном мероприятии вот уже здесь. И поздравляю вас. Меня зовут Амир. Я являюсь председателем первичного отделения движения детей и молодежи, движения первых. Юный председатель признается, он всегда был активным и творческим. Узнав, что в столице республики пройдет форум, где молодежь ознакомит с движением первых, решил поехать и узнать о нем лично. Я ездил на форум в Казани, нас пригласили, поэтому я вдохновился и вступил. Задача движения первых – помощь молодым людям в формировании своей системы ценностей, знакомства с единомышленниками, интересными сверстниками и наставниками, получение полезной информации для личностного роста. В детско-юношеской организации каждый найдет занятие по душе. Амира Шангареева привлекла возможность заниматься творчеством и организовывать мероприятия. Вообще это большое творческое пространство и не только, то есть там мы занимаемся всем, чем хотим в принципе, то есть реализовываем себя, пишем проекты, то есть большое движение для молодежи. Во дворе на празднике, посвященному открытию первичного отделения, собрались жители ближайших домов. Среди зрителей Светлана Мефтахова. О движении женщина узнала не так давно, но считает, что такие организации несут пользу новому поколению. Любовь к творчеству, к спорту, к всему положительному, то есть показывает, что есть много интересных направлений, в которых могут двигаться молодые дети, молодые ребята. Юные активисты движения вместе с наставниками организовали дворовый лагерь. Он пройдет в четырех подростковых клубах города. Там будут ребята, вожатые от движения первых, заниматься с детьми, которые находятся во дворах подростковых клубов. Будут интересные игры, развлекательные, познавательные, будут подарки, призы. В движение первых вступило уже более 25 альметьевцев от 7 до 18 лет. Чтобы подробнее узнать о движении и вступлении в команду, необходимо обратиться в подростковый клуб «Ракета» по адресу Ленина 111. А подробнее о летнем лагере расскажут как в «Ракете», так и в подростковых клубах «Электрон», «Водник» и «Саулык». Елена Бауэр, Антон Николаев, Новость Юго-Востока. Такие разные, такие нарядные. В Бавлинском краеведческом музее открылась выставка «Кукла в национальном костюме», где представлена около 100 модниц. Полюбоваться ими отправилась моя коллега Мария Кондаурова. Во время открытия выставки были подведены итоги конкурса, в котором приняли участие воспитатели дошкольных детских учреждений, воспитанники и их родители. Номинации «Традиция и современность. Детский сад номер один. Алсун». Стартовал конкурс в феврале этого года. На протяжении около трех месяцев дошкольные учреждения продумывали и изготавливали свои работы. Цель была показать, что можно сделать куклу своими руками. Понимаете, вот именно эту цель мы преследовали. Что куклы, которые сейчас есть у нас в магазинах и везде, они все равно, получается, не содержат того тепла, которое мы можем почувствовать от этих кукол. В них вложена душа того, кто это создавал, так ведь, и своя фантазия. Все куклы собраны в одном зале на первом этаже музея. Разглядывая экспозицию, можно убедиться, что создатели кукол о душе постарались, вложив в свои работы много труда, фантазии и времени. Вот сейчас у нас куклы мягкие, да, пластмассовые, а раньше, вот, давно-давно куклы делали из глины. Среди экспонатов выполнены в разных техниках куклы-обереги, куклы национальных костюмов народов, проживающих в Бавлинском районе, элементы одежды которых вручную расшиты пайетками и бисером. Здесь можно увидеть даже целые композиции со сценами чаепития или, например, хороводом. В этом конкурсе участвовать решили сразу, как только нам пришло положение. Идею поддержали все воспитанники, воспитатели, родители. Мы вместе подготовили несколько кукол и получили диплом. С детьми проводили беседы о традициях, какие народы проживают в республике Татарстан. Выставка будет работать весь июнь и открыта для всех желающих. Особенно тут ждут ребят, отдыхающих в городских летних лагерях. Мария Кондаурова, Балат Меезов, Новости Юго-Востока. Жители и гости села Новотроицкое окунулись в жаркое русское лето с обрядами и песнями. Там отметили праздник Святой Троицы. В одеждах под старину водили хороводы, украшали голову венками и угощали всех румяным караваем. А в каких старинных забавах и рукоделиях участвовали сельчане, расскажет Катерина Машенцева. Колокольный перезвон возвещает окончание церковной службы ко дню Святой Троицы. На площадке у Дома культуры села Новотроицкое собираются жители, артисты в сарафанах под старину и с венками на голове. По народным обычаям на Троицу ломали березовые ветки и водили хороводы. Один из символов праздника – каравай. Румяный и аппетитный – это угощение должен был отведать каждый гость, а затем всем раздали по веточке березки. Есть у сельчан обычай покумоваться у дерева, а затем поводить хороводы всем вместе. ПЕСНЯ Святая Троица – один из 12 главных православных праздников. Отмечается в конце мая – начале июня. В этом году выпал на 4-е число первого летнего месяца. Это один из любимых праздников Марии Елистратовой еще с детства. И всегда помню, как старики, наши предки, все отмечали праздник троицу, гороводами, песнями. Очень было весело, очень дружелюбно все было, веселые были праздники. Останавливали все работы и только праздновали этот день. Участники празднования состязались в второрусских народных забавах, таких как бег в мешках, бои подушками и перетягивание каната. А для любителей спокойных развлечений организовали мастер-классы, на которых можно сделать своими руками куклу, как в старину. Одеваем ей, повязываем. Большая любительница игрушек Райхана Хабибулина, выйдя на пенсию, стала больше времени уделять своему увлечению. Это кукла толстушечка, она буквально содержится только из наших растущих трав, матрешка, мята, чабрец. Используется она из наших тканей, хлопчатобумажных, не шьется, буквально только все делается на ниточке. Это кукла, часть людей, без понимания. А рядом столик с бисером Валентины Яковлевой. С пенсии стало много свободного времени, вот женщина и занялась плетением. Рукодельница показывает разные техники, хотя готовых изделий, говорит она, нет. Разве что кроме того, что у нее на шее. До сих пор играю, правда, ничего стоящего сейчас, в общем-то, нету, потому что я все свои изделия дарю, раздариваю подругам, знакомым, ученикам, бывшим. Учительница с 37-летним стажем еще и выступает с новотроицким коллективом «Сударушка». Валентина Ивановна говорит, что поет с детских лет. У нас тогда и завод пел, и совхоз пел, и школа пела, все пели. И так и поем. Надо идти, надо петь. И потом, чем больше поешь, тем меньше болеешь. Я так думаю. Всех гостей праздника потом угощали блинами. Программу продолжили выступлением народных коллективов. Екатерина Машинцева, Антон Николаев, Новость Юго-Востока. Делитесь обратной связью. Пишите нам через мессенджеры, ватсап и телеграм. Подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы быть в курсе последних новостей. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова